Сборная Казахстана по теннису в драматичном противостоянии уступила Аргентине в рамках квалификации на Кубок Дэвиса. Игры прошли в аргентинском городе Росарио. Фаворитами по всем показателям считались хозяева. Все пять их игроков входят в первую тридцатку мирового рейтинга. Но наши теннисисты не просто дали бой, а заставили около трех тысяч зрителей наблюдать за тяжелейшей борьбой. Первый день не дал коллективам оторваться друг от друга в счете. Все решилось во второй день. Сначала мы уступили в парном матче, хотя были очень близки к победе. Настоящим лидером показал себя Тимофей Скатов. Он дважды одолел оппонентов. И теперь в его карьере четыре победы в четырех проведенных матчах за национальную команду. Я рад и даже горд за себя, что все матчи за страну у меня получилось показать хороший уровень и выиграть их. Особенно здесь, когда каждый день ситуация сначала вроде не в нашу пользу. И каждый раз я возвращаю какую-то эту надежду, что это очень такое, конечно, классное чувство. Я очень рад и горд за себя. Развязка наступила в последнем пятом матче на решающем тайбрейке. Дмитрий Попко провел лучший матч в своей жизни, но в тяжелейшей борьбе уступил своему сопернику. А вместе с ним и Аргентина одолела сборную Казахстана с общим счетом 3-2. Теперь в сентябре национальной команде предстоит сыграть плей-офф турнира. Соперник станет известен после жеребьевки. Она состоится через несколько дней. Ребята, вы молодцы, то есть они сделали все, что могли. И мы играли в гостях против очень сильной команды, которые ребята все стоят в первой тридцатке мира. И тоже пара двадцатка мира. То есть ребята сделали очень хорошую работу, но чуть-чуть не хватило. Продолжение следует...